всем большой привет наше утро начинается с уборки а ксения играет дрессирует молодец сынок батюшка уже сделал уроки ксения дрессирует кота кстати сейчас мне нужно доску снять вот это покрытие поверхность ткань покажу что хочу с ней сделать она уже вся такая в ужасном состоянии мне муж открутил подставку для утюга и вот я уже приготовила ткань вадим принеси мне степлер и сейчас будем перетягивать заново у меня доска достаточно старая но она в хорошем состоянии поэтому не вижу смысла купить новую да нам опять в поликлинику в общем есть вот у нас степлер давай вот про этот степлер я говорила называется он оказывается хозяйственный степлер так вот смотрите с другой стороны есть такая вот штука и я можно отсоединять у меня эту руку будет неудобно вот видно вот так вот отсоединить все старые скобы и начнем обшивать новой ткани нет она не вылетела еще все выкидываем мусорку сейчас будем будешь помогать не собирайте в мусорку все эти скобы в общем так плохо они вынимаются мы решили делать проще вот так и надо сынок это очень опасно степлер там может скоба вылететь может привести к плохим последствиям помощники мои ткань я отсоединила и сейчас будем переворачивать дощечку нашу как она грязная а это я тканью делал чтобы доска была помягче там не было поролона так поможешь водишь давай переворачиваем ее сюда аккуратно давай 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 не бойся ногой поддерживаю вот и сейчас давай новую ткань от утюга да смотрите я сейчас придадим новую жизнь доске какая-то смотри сколько и года 2 наверное я ее не меняла я постелила уже материал получается вот так сейчас мы ее обошьем и мне понравился вот так вот рисуночек чтобы было здесь листочки здесь сам цветочек и осталась лишняя ткань сегодня принеси пожалуйста ножнички мы сейчас эту лишнюю ткань обрежем она кухня не в подставки стоят войдешь принеси пожалуйста ножнички вот и все десять минут и доска как новая но прелесть скажите дети как новенькая получилась сейчас прикрутим еще держатель для утюга и можно приступать гладить да ксень классно мне так нравится надо почаще ее менять тебя погладить утюжком все натянута хорошо и я делаю это так с периодичностью ну вы видели там у меня уже два раза была она обтянута такой небольшой лайфхак как обновить гладильную доску ну конечно же в нашем доме есть мужчина который поможет мне прикрутить подставку давайте поможешь у меня на следующие это настолько увлекательный процесс что ксюша решила присоединиться к брату и закрутить пару болтиков не женское это дело все и вот так вот крути двумя ручками на наше дело готовить кушать и играть в игрушки наверно так все куклы и помогать тоже нужно давай ее убирать теперь ксюнь складывать там педальку нажимаем отходи опа все наши дощечки готова к использованию как новенькая спасибо детки за помощь убирать теперь все на место все винтики которые остались а чем можно в отвертку убирать да это папа показал так инструменты должны лежать на своем месте так что убираем отверточку смотрите вот если честно сейчас вот тут как будто шлем клади отвертку и убирай все на место где все папины инструменты хорошо чтобы не потерять мои помощники маленькие моя помощница маленькая а всем кто мне помогает полагается сюрпризики а спасибо а еще смотрите мы не убрали ножницы и вот этот вот пакет нам тоже держи в коридорчик ставь степлер надо убрать вот это убрать оставшиеся что у тебя случилось сейчас я еду в магазин чтобы купить бабушке подарок к сожалению сказать и рассказать вам пока не могу расскажу это в следующих выпусках когда мы уже будем на дне рождения у бабушки так как она смотрит наше видео кстати тебе большой привет бабулечка вот и как всегда наша бабуля говорит что ничего не нужно поэтому ударить какой-то подарок который она уберет на верхнюю полку мне не хочется и у меня есть одна идея что подарить ей на день рождения это вещь которой она будет пользоваться сто процентов так что отправляюсь в магазин смотрите вот такой набор специй значит с мельницами французские травы приправа для курицы приправа смесь чили перцев букет перцев и соль пищевая морская 262 рубля 90 копеек магазин маяк это гипермаркет магазина светофоры кстати вот смотрите прикольно есть еще подставка а также магазин уже готовится к летнему сезону привезли всякие разные стульчики так большие вот такие вот по 258 90 маленькие стульчики по сто семьдесят семь рублей вот они также есть бассейны шесть пятьсот шестьдесят восемь девяносто размеры и вот так вот он выглядит такой достаточно маленький а также можно сильно сэкономить если вы хотите купить ребенку игрушку заезжайте в магазин маяк просто куча игрушек всякие пластилины мозаики и книжки и канцелярия посмотрите какой выбор и цены гораздо ниже чем в обычных магазинах приехала в другой магазин в инмарт ничего здесь только нет магазин просто огромный но правда цены здесь выше чем чем в других магазинах целые отделы с полочками с ведрами я вот иду в поисках подарки для бабушек подарка для бабушки какие симпатичные наборы смотрите чайные пары блюдца и чашка каких только нет цены кстати могу показать что-то дороговато полторы тысячи в принципе это получается сервиз такие вот красивые штучки всякие варить сколько здесь посуды обалдеть мне кажется где-нибудь в антеке цены пониже что-то удобно куда мы идем ты все уроки сделал Вадим пошли тем временем пока у нас мама поехала на работу мы с Вадимом идем на ментальную арифметику сейчас зайдем в магазин еще возьмем что-нибудь попить давайте сейчас я еду в магазин Галамарт частичный подарок я уже купила и еду за еще кое-каким сюрпризом тоже магазин готовится к дачному сезону смотрите всякие поливочные шланги чего только нет конечно же мой любимый отдел с посудой смотрите какая прелесть сюда можно соль сахар насыпать 399 рублей керамическая такая штука можно собрать весь набор обожаю вот это вот все смотрите боже какая красота чтобы завтра не заправляться заехала сразу на заправку мы с Вадюшей зашли в магазинчик я тебя показать хочу зашли в магазин Вадим вот выбирает себе мандаринки апельсинки смотри только чтобы они были хорошими а что ты еще взял мандарины апельсиновые апельсинчики твои да еще смотри покажи мне чтобы они были не с плесенью ну бери только много не набирай лучше потом прийти еще взять давай давай Ксюша тоже возьми папе сколько ты взял штук три давай еще одну бери вон видишь они некоторые там попадают с плесенью и зеленые не бери чтобы мягкие были вот более мягкие ну-ка да хорошенький поднимайся поднимайся мамина помощница самостоятельно это моя девочка белье вешать сама вот сюда вот краешку вешай сюда ты моя умничка мамина помощница тряпочку вот кстати тряпочку надо мне в машину забрать это я из стекло это вытираю давай сама да будешь вешать тебе помочь смотри рукава можно закинуть и другой рукав закидывай и так что не упадет да уже скоро спать надо собираться ксюнь отлично молодец моя это много еще осталось а это ты сняла сухой это мы сейчас будем разбирать да хотела вам рассказать одну новость сегодня водюшку на ментальную арифметику отводил папа я была в магазине и потом на обратном пути забрала его в общем мне учитель сказала что вадим себя сегодня очень хорошо вел отвечал поднимал руку отвечал всегда правильно то есть прям ну серьезно сидел занимался не хулиганил не отвлекался я ну я порадовалась за него и когда сели в машину вадим не сказал мам ты гордишься мной игру конечно горжусь как обычно я ему говорю сынок слушайся учителя не хулигань отвечай на вопросы поднимай руку и так далее в этот раз я ничего не говорила ему напутственных таких слов ну и в общем он исправился то есть за неделю ну то есть в прошлый четверг он сорвал урок то есть 20 минут их учитель не могла успокоить и соответственно они потеряли 20 минут в которой в это время они могли учитель могла объяснить какую-то тему новую или еще что-то вот то есть вадюша понял свою ошибку и теперь он исправился я очень рада конечно горжусь им и в комментариях в прошлый раз мне написали что не судите строго вадима зачем вы его поставили в угол и так далее но я думаю что это была профилактика и теперь он понял осознал свои ошибки так что вадюшка молодец надеюсь что и дальше у него будет хорошее поведение дакси